Экономику Жизказганского региона определяет промышленность, уровень развития которой является главным индикатором его социально-экономического состояния и стабильного социального климата. Численность населения региона, как известно, составляет 173 тысячи человек или 13% населения Карагандинской области. За последние годы объем добычи на Жизказганском месторождении ТО корпорации «Казахмыс» сократился с 28 миллионов тонн до 19 миллионов тонн. При этом содержание меди в руде снизилось в два раза, что привело к спаду объема производства меди. На фоне сложившейся экономической специализации Жизказганского региона, как центра металлургии, характеризуется низкий уровень диверсификации промышленности и большая зависимость экономики города от конъюнктуры мирового спроса на цветные металлы. Определяющими факторами снижение уровня производства, кроме количественного и качественного истощения запасов, является ухудшение геомеханической обстановки на месторождениях, снижение эффективности существующей технологии добычи руды в связи с усложнением горно-технических условий разработки. Дальнейшая отработка Жизказганского месторождения по существующей технологии, по мнению специалистов корпорации Казахмыс, аргументы озвучивались здесь, в правительстве, и в целом эти аргументы были восприняты. Так вот, по их мнению, существующая технология не может обеспечить эффективность производства, и при этом продолжительность работы горно-металлургического комплекса составит не более 13-15 лет. Снижение производства прямым образом может отразиться, безусловно, на жизненном уровне более 22 тысяч работников ТО корпорации Казахмыс, в свою очередь составляет 25% от общего количества трудоспособного населения региона. Помимо этого, от стабильной деятельности основного предприятия корпорации Казахмыс зависит деятельность услуга дающих предприятий региона. Учитывая все вышеизложенное, возникла необходимость актуализации действующего комплексного плана развития Жизказганского региона, который принят в 2011 году по поручению главы государства. Как правило, проект нового комплексного плана социально-экономического развития города Жизказган, Садпаев и Ултавского района согласован со всеми заинтересованными государственными органами и организациями. Как вы знаете, согласно вашему поручению, вопросы комплексного плана были рассмотрены на заседании Госкомиссии по модернизации экономики, и проработаны основные вопросы по изменению и дополнению действующего комплексного плана. Первое. Включены мероприятия по финансированию переноса и строительства некоторых объектов Жизказганского региона за счет средств государственного бюджета. Изъятие земель будет происходить в соответствии с законодательством действующим, в соответствии с нормами земельного кодекса. Второе. Включены мероприятия по отнесению Жизказганской руды месторождений ТО корпорации «Казахмыс» в категории низкорентабельных, ну, точнее, принято принципиальное решение проработать вопрос по отнесению к низкорентабельным, а также категории высокосвязных, обводненных, малодебетных или выработанных, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, в соответствии с налоговым законодательством, будут рассмотрены проработанные вопросы по установлению отдельной ставки по НДПИ в связи с выше названными условиями производства. В целом, на сегодняшний день в предлагаемом комплексном плане 88 мероприятий с объемом финансирования 351,5 миллиарда в тенге, из них республиканский бюджет 169, местный 21 и внебюджетные средства, в основном самой корпорации 160 миллиардов, сроки реализации которого продлены до 2020 года. Включены 50 мероприятий, 8 по расширению минерально-сырьевой базы, 14 по индустриально-инновационному развитию, 28 на развитие коммуникационной и социальной инфраструктуры региона. Общая сумма дополнительного финансирования составляет 223,6 миллиарда в тенге, из них республиканский бюджет 93,1 миллиард, местный бюджет 9,1 и внебюджетные средства 121,4 миллиарда в тенге. Все расчеты по дополнительному финансированию мероприятий комплексного плана предварительно рассмотрены на заседании Республиканской бюджетной комиссии. В этой связи предлагается следующее – одобрить предлагаемый комплексный план новой редакции, поручить ответственным государственным органам и организациям, а также Акимату Карагандинской области, приступить к реализации мероприятий в установленные сроки, усилить реализацию мероприятий по диверсификации экономики региона согласно принятым программным документам. Благодарю за внимание.